Так как ситуация у нас каждым днем меняется все больше, начнем мы, наверное, с актуального, правительство заявило о национализации имущества, прекративших в России работу зарубежных компаний. Было ли у нас вообще что-то подобное в современной России? Если так можно визуализировать, да, такая точка, ну, как в иконофизике говорят, такая точка перколяции, да, то есть когда сложность системы достигает такого критического уровня, за которым она, с одной стороны, вот это состояние перколяции неуправляемое, и из него, возможно, максимально большое количество исходных событий, да, но при этом оно такое кардинальное, трансформирующее, поэтому мой ответ скорее нет. То есть такого у нас еще не было. А что это вообще может нам дать? Я считаю, что это хороший стимул для того, чтобы начать инвестировать в собственную экономику, в развитие собственного производства и, наконец-таки, сказать о том, что в России может быть развито производство полного цикла, что можно с нефтегазовой ориентацией и к активной экономике переориентироваться уже на высокотехнологичное производство. Давайте тогда перейдем к деньгам. Инфляция в России с 26 февраля, вот если брать, да, промежуток по 4 марта, она ускорилась там до 2,22%, ну, что-то такое. И это получается почти в 5 раз больше, чем неделей ранее. О чем это говорит, о чем вообще свидетельствует? Свидетельствует о том, что мы находимся в определенном таком инфляционном пике. Вопрос к экономистам, к правительству, были ли мы к нему готовы или нет. Вот сейчас пока однозначного ответа, исходя из информации в СМИ, я не могу предположить, готовы мы к нему или нет. Пике, да, есть. И, скорее всего, мое предположение экспертное, оно будет усиливаться. Многие в связи с этим, когда сравнивают, да, они вспоминают 98-й год, когда был дефолт. Дойдет ли до этого, как вы думаете? И вообще в каком состоянии наша валюта, наш Центробанк сейчас? Знаете, я начала с того, что я не хочу страшилки какие-то говорить, что есть кризис, и он неизбежен. У меня второе психоаналитическое образование, и я понимаю, что очень много людей сейчас попали в эту травму, травму 98-го года. И вот эта воронка их засасывает, и все действительно боятся повторения этой ситуации. Но ментальная память, которая говорит про 98-й год, она, естественно, только раскручивает эту воронку, потому что усиливается паника на финансовых рынках. Зачастую она, может быть, даже бессознательная. Поэтому вероятность, естественно, есть. Но я не считаю, что это единственный возможный исход событий. Что касается, в каком состоянии наша валюта и Центробанк сейчас? Я считаю, что наша валюта недооценена. И у нее есть объективные предпосылки стать крепкой национальной региональной валютой. Мое личное экспертное мнение, я считаю, что Центробанку давно нужно было задуматься о том, чтобы не только отвечать за денежно-кредитную политику, но и отвечать за рост экономики и непосредственно понимать свою роль и миссию в развитии реального сектора экономики, от чего уклончиво отходил Центральный банк в своих тезисах, заявлениях и основных направлениях денежно-кредитной политики. Вот сейчас пришло время, чтобы Центральный банк задумался. И, собственно говоря, все мы задумались, какую мы роль, и каждый конкретный человек, и государственные институты, и Центральный банк несут в развитии реального сектора экономики. Сейчас уже в этой точке не ответить на этот вопрос невозможно. Как вы считаете, сейчас какой валюте доверять? Потому что, я думаю, люди, наше население сейчас немножко в панике, всегда считали доллары, евро. Теперь ситуация меняется. Какой валюте доверять? Во что, может быть, вкладывать? Есть же у людей, наверное, деньги, все-таки куда инвестировать? В период кризиса основная валюта – это человек. Вкладывать нужно в себя, в свое развитие, инвестировать. Это в своих, соответственно, близких, потому что это самая надежная, крепкая валюта. Я смотрю, что на горизонте до 23-го у нас есть вот такой большой трансформационный этап, в котором валютная неопределенность и волатильность разных валют, она будет достаточно существенная. И поэтому, если нет специальных каких-то навыков по инвестированию в валюты и опираться на рынке Форекс, здесь, конечно, риски достаточно высоки. И когда вы инвестируете в то или иной финансовый инструмент, вы должны эти риски понимать, принимать, осознавать. Что дальше будет с российской экономикой? Прогноз следующий о том, что мы приходим вот от этой жесткой глобализации к таким кластерам региональным. В этих региональных кластерах, которые будут образовываться вокруг таких крупных экономик, я считаю, что Россия в потенциале – это лидер один из таких крупных серьезных кластеров, которые можно делать и, скорее всего, может быть сделано на базе, там, все любят про бывший СССР вспоминать, ЕАЭС, в общем, какой-то кластер вокруг России реально может быть образован, ровно как около китайской экономики может быть образован экономический кластер. И здесь важна, соответственно, возникает совершенно новая роль у валют, вот этих вот лидеров этих кластеров, соответственно, рубль, юань. Я их вижу как хорошие расчетные внутрикластерные валюты, которые, соответственно, могут через пары, валютные пары, рубль, юань, свободно конвертироваться, и здесь значимость доллара, как мировой резервной валюты, она, конечно, сильно будет переоценена.